ну что дорогие наши гости телеканала урал 1 здравствуйте сегодня мы сделаем такую маленькую аккуратную добрую домашнюю композицию которую назовем в преддверии ноября она будет добрая теплая потому что когда на улице выпал первый снег то сразу захотелось тепла без этого как-то очень грустно и поэтому будем его делать прямо здесь так чтобы каждый из вас мог сделать это у себя в доме и поставить на стол и почувствовать то что вы это сделали во первых своими руками это самое важное самое самое важное а во вторых создать такую маленькую уютную теплую добрую композицию у себя дома что для этого нам потребуется наверное мы разберем поделим это на части то есть ключевое потому что это тыква потому что мы решили делать композицию в тыкве правильно сделать тыкву можно все что угодно но с настоящей конечно можно сварить кашу а с декоративной где можно просто вот таким образом оставить если это будет несколько тыков это уже как-то уютно душевное тепло и совершенно по-осеннему но мы тыкву будем резать и так что нам потребуется это тыква композицию мы будем делать на оазисе поэтому нам потребуется обычная пленка любая совершенно главное чтобы она не пропускала воду кусок оазиса вода салфетки ножницы секатор нож и какой-то набор цветов который я взял с холодильника надеюсь что у каждого из вас в холодильнике что-то может быть причем закончим эту идею не просто композициях тыквами мы попробуем сделать такой натюрморт а что такое натюрморт это по сути картина мы будем с вами своими руками рисовать картину наверное каждый под настроение поэтому холодильников то что в нем находится вам обязательно пригодится без этого в общем-то натюрмортов не бывает и если быстренько по набору цветов что мы изначально взяли мы взяли злаки взяли немного шиповника этот сорт называется коралла он такой какой-то сказочный очень мелкий сказочный мы взяли такой вот картамус взяли несколько розочек решили что их будет три вот в таком тоне потрясающе осенние мелкие хризантемы потому что вот ничто так не передает хризантем вернее осень как из цветов как хризантема не люблю хризантемы но у них есть не очень потрясающие сорта вот мы взяли конечно же фонарики физариса потому что они дают вот это ощущение такой вот осени осени тепла немножечко конечно взяли хлопка потому что вот опять помните о чем мы говорили тепло и уютно конечно мы взяли виноградную лозу немножечко жасмина чуть-чуть листьев дуба но еще всякой всячины но возможно на самом деле для композиции которые вы составляете как всегда главное представить что вы хотите а набор он чаще всего он как-то сам приходит представьте что вы хотите сделать и второй момент где эта композиция у вас будет находиться все равно постарайтесь учесть я не знаю какой стиль у вас какие занавески какая посуда потому что эту композицию но если не подходит вам оранжевый цвет хотя он цвет осени но можно сделать хоть в сахарнице это тоже будет очень красиво вот ну что ж начинаем берем тыкву берем нож и начинаем резать в общем эту часть мы никуда не выбрасываем она у нас будет такой как элементом декора из этой части все что нам нужно взять ложку и убрать всю мякоть она убирается на самом деле совершенно легко нужно еще вам сказать что композиции в тыкве это не композиции длительного хранения потому что как только мы нарушаем тыкву то туда попадает бактерии соответственно она совершенно быстро начинает гнить эту композицию на день нужно выставлять конечно же на ну на стол или на комод куда вы хотите но на ночь пожалуйста убирайте ее в холодильник дальше мы берем пленку лучше в два раза и выстилаем то что у нас есть берем кирпич не забываем его бросить воду и не топить сейчас он сам утонет но не забываем крышку никуда не укладываем потому что она будет нам как такой дополнительный элемент декора как только он полностью вот такой вот покрылся водой значит он у нас готов мы его достаем примеряем лишнее все обрезаем и принципе мы можем сразу задавать форму какую мы хотим а мы хотим эту композицию сделать не просто плоская чтобы она у нас была такой немножечко объемный поэтому мы оставляем прямо горку и горка нам позволяет делать движение то есть мы можем при помощи вот есть вот в такого расположения сделать например крылья этой композиции то есть как только у нас исчезает горка мы практически ну вероятность этих крыльев она уменьшается в несколько раз и главное что чтобы вы не делали делать надо с удовольствием конечно все подготовительные работы то что касается там я знаю ножа ножниц ну лучше сделать самим а еще это самое наверное такое приятное времяпрепровождение когда у родителей есть время это можно все сделать с детьми потому что ну потому что это очень прикольно и весело ножницами мы берем и отрезаем лишнюю пленку теперь мы должны понимать какие у нас основные элементы здесь будут цвета оранжевого практически здесь не осталось вы это видите но оранжевый цвет у нас есть здесь поэтому поддерживаем мы его физалисом поддерживаем яркими хризантемами не поддержим розочками как основной элемент я думаю что мы возьмем будем использовать хлопок он на самом деле очень красив и его не знаю до 8 марта можно использовать и так зачем мы вот так сделали я этого не показал то есть хлопок но конечно его можно обрезать и на этой ноге это тоже позволить то есть можно сделать проще брать его и вот таким образом обрезать можно его сделать вот таким образом на палочку тоже совершенно позволить то есть у нас такие вот заготовочки есть то есть все что мы не делаем если мы что-то декорируем то старайтесь чтобы это было красиво никакого пластика было не видно мы берем зелень это у нас дуб дуб потрясающе красивый такого вообще нигде не бывает но он растет можно использовать листья опавшие это все очень красиво в тему и не бойтесь их здесь вообще не надо бояться потому что это красиво то есть смотрите вот у нас получилась такая основа мне тоже уже в общем принципе нравится это тоже этап когда можно все закончить и сказать что мы все красиво мы возьмем и добавим чуть-чуть хлопка и хлопок будем использовать прям вот так вот на палках если стебли очень толстые их можно чуть-чуть секатором уменьшить мы берем розочки и нещадно их режем у роз есть одна проблема старайтесь листья роз полностью обрывать они очень много через них уходит флаги и так как стебель в самой розочке очень тонкий в общем ей жить вот в таком состоянии легче чем вот в таком это тоже вариант когда можно сказать уже все готово ну мы чуть-чуть еще немного добавим композицию которую мы решили сегодня сделать она будет асимметричная то есть у нее будет там какие-то вот ноги крылья хвосты почему не знаю потому что так хочется делать на самом деле многие вещи надо только потому что так хочется или не хочется от этого жизнь становится на самом деле гораздо интереснее и прекраснее и так не забываем листья все просто обрываем полностью они нам здесь не нужны мы лучше добавим других листьев но так мы сохраним дольше розу не бойтесь если часть цветов у вас взяли как будто выросли из композиции они дают такой композиции немножко знаете такой естественности и живости вот этого не бойтесь не нужно чтобы все было знаете такое прилизанное на одном уровне так потому что помните так в жизни не бывает потрясающие штуки которые у нас остались они у нас все использованы но по одной старайтесь каждый цветок здесь бывает так что цветок вот растет наверх конечно можно воткнуть ветку но это когда мы делаем ее центр когда мы начинаем дорабатывать композицию все-таки то есть аккуратненько берем каждую веточку отдельно обязательно ее подрезаем немножечко под углом и смотрим вот только туда куда ее хочется поместить то есть вот чтобы было полнейшее ощущение что вот без нее здесь не может быть а если где-то без нее может быть зачем она там нужна точно так же старайтесь все растения делать под углом и при работе с уазисом есть еще одно правило если кто-то считает что достаточно вазе своткнуть там буквально на пол сантиметра этого недостаточно все-таки растение минимум погружать на сантиметр два но есть растение которые из уазис пьют вообще совершенно плохо то есть такие есть растения мы вернемся к ним весной но по-моему мы это делали в весенней композиции их нужно просто буквально до до дна протыкать если растение с мягким стеблем никогда не забывайте что у вас ну всегда есть под рукой какой-нибудь стебель корешок вот например вот у меня есть шиповник которым вы можете взять и наметить хоть от отверстия и уже потом а растение с мягким стеблем взять и добавить туда мне совершенно все нравится смотрите как у нас получилось весело те растения которые у нас есть у них у каждого тоже своя роль то есть картамус он очень удобно и он дает какое-то ощущение знаете такого репейника и мы очень любим его в осенних букетах летних даже букетах то есть вот он дает такое естество у него достаточно тяжелые шишечки пить если вот так вот если так вот ступной мало не покажется то есть вот такая вот композиция у нас вырисовывается у нас есть куча всяких еще вещей которые мы должны посмотреть комфортно ли нам с ними будет или нет опять-таки у нас всегда есть овес у нас всегда есть гости красиво вкуснее используйте когда злаки старайтесь не делать его по одному то есть как только вы сделаете по одному делается мусорность но как только вы берете его прямо таким пучком можете на разных уровнях чуть-чуть то есть начали все соберете на месте но хочется его чуть-чуть вот сюда теперь то есть мы сейчас разберем еще один пучок маленький если прямо вот нам поймется что вот здесь где-то его захочется видно прикольно теперь смотрим возможно растения которые мы еще подготовили возможно они здесь лишние а возможно без них просто жить невозможно хорошо это обязательно нужно потрогать прикольно смотрите правда и хочется у нас еще есть заготовки мы должны понять вообще нужен ли нам здесь физалис мы возьмем его не крупный возьмем маленький и просто посмотрим смотрите мы не лишнего но там много оранжевого а здесь его нет а что нам мешает взять как будто там росло чуть-чуть смотрим дальше у нас есть совершенно потрясающе сухие красные листья смотрите он как будто ракушечку создает прикольно и они не надо их много то есть мы возьмем парочку а потом помните что мы хотели сделать мы хотели сделать композицию как будто ветер такой подул такой и их всех надуваю у нас еще есть не все вернее не все что мы использовали я очень люблю когда у композиции есть вот такие вот движения но при этом у нас здесь очень мало интенсивного зеленого цвета и пока мы не посмотрим в зеркало понять нужно ее там делать или не нужно это называется пальцем в небо знаете что это такое это настоящий жасмин потому что то что у нас растет в саду называется чубушник а это южное растение которое имеет вот такую вот потрясающую структуру очень прочные ну они такие вот потрогайте какие плотные листья красивую лозу вот это и есть настоящий жасмин мы соответственно сейчас идем первое вот сюда ну вот смотрите вот как будто не оттуда видно вот не надо его видно лишнего тяжело смотрите какая легкость но как только мы сюда прикладываем ариш как будто прилетел откуда-то с другой планеты вот поэтому мы его здесь не трогаем ему благодарим а теперь смотрите что у нас есть у нас есть потрясающие ветки винограда а если мы вот композицию сделаем вот таким образом как нам виноград ну по моему с хлопком должен быть очень неплохо так и сделаем чуть-чуть на него добавим вот так набросаем листьев поставим может быть где-то нашу если она будет перебивать нам цветом мы ее уберем потому что она получилась гораздо более интенсивнее поэтому если нам крышечка это не нужно мы можем поместить к далеко на задний план или просто сказать спасибо до свидания но на передний план сюда то есть заметьте она все заберет на себя видно хорошо либо никто не мешает взять ее вот таким образом посмотрите как прикольно вам никто не мешает взять и заменить на какие-нибудь тыковки такие свечки тыковки или добавить наоборот взять и чеснок он должен быть очень красиво с хлопком то есть какие-то маленькие элементы которые вы найдете просто у себя в доме здесь почему-то я вначале подумал цвет но скорее всего цвет это будет вкушивать поэтому это прячем а да это будет делать ее ярче вот все что нужно придумать главное это настроение желание а все остальное и здоровье три вещи все остальное очень легко найдется и время составляющей все остальное спасибо спасибо за просмотр! и и Субтитры подогнал «Симон»!